Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei, 21 урок. Самые важные настройки мы оставили на десерт. Мы практически с вами разобрали основные настройки Joomla, которые вам понадобятся для создания полноценного сайта. И в следующих уроках мы уже с вами будем переносить наш сайт на Joomla, с локального сервера на хостинг. В этом уроке же мы с вами пройдемся по главным настройкам Joomla. Это важный урок. Смотрите внимательно. И в общей настройке Joomla у нас находится система общей настройки. Заходим сюда. И давайте разбирать все нюансы. Название сайта. Видите, мы когда сайт с вами сделали, я назвал его тест. И я вам обещал, что все данные мы сможем изменить. Так вот, в этих настройках все эти данные и будут меняться. Смотрите, наш сайт. Здесь пишите название вашего сайта. То есть, о чем ваш сайт. Я пишу видеоуроки. Слишком много здесь не надо писать. Здесь нужно писать только заголовок. Не адрес сайта, а заголовок. То есть, о чем ваш сайт. Дальше смотрите. В Joomla есть такая возможность, как выключение сайта. Например, мы уже перенесли сайт с вами на хостинг. Конечно же, пользователи с интернет придут туда не скоро, пока он проиндексируется поисковыми машинами. Пройдет время. Но вдруг так получилось, что люди знают о вашем сайте. Вы рассказали им об этом. Сказали, что скоро запустят сайт. Выгрузили его на хостинг. Но не готовы еще им показать сайт. У вас остались, например, какие-то мелкие недоработки. В таких случаях можно выключить сайт, или же это можно сделать, когда наоборот. Ваш сайт знает много людей, но вы хотите провести какие-то там работы, обновления и так далее. Или что-то сломалось на сайте. Вы решаете, пока вопрос, сайт надо выключить. Поэтому мы здесь включаем сайт. И дальше еще две настройки относятся к этому действию. Показать оффлайн сообщение. Можно скрыть. Пользовательское сообщение по умолчанию из языкового файла. Можно либо скрыть, либо показать. А сообщение вот здесь редактируете. Давайте оставим пока как есть. Сохраняем. И посмотрим, как это выглядит. Сейчас я обновляю сайт. Главную страницу. И все пользователи сайта будут видеть вот такую страницу. Вот только что я написал title, заголовок сайта, видеоуроки. То есть здесь будет подставляться это название вашего сайта. И вот этот текст, сайт закрыт на техническое обслуживание. Этот текст вы редактируете вот здесь. Любой свой текст можете написать. Что мы откроемся там через 3 часа, что-то в этом духе. Изображение при выключенном сайте. Также можете загрузить. Оно будет отображаться здесь. Так, сайт мы пока вернем назад. Смотрите, иконки быстрого редактирования. Что это такое? Иконки быстрого редактирования видно администратором сайта. Сейчас я зайду как админ. Если они вам мешают. Смотрите, вот эти вот иконочки. Это быстрый доступ. Например, если вы хотите, вот видите, к модулю. Наводите на модуль и в углу появляется карандашик. Например, мы можем отредактировать либо статью. Кликаем прямо отсюда. И прямо во фронтальной части, вы видите, мы можем начать редактировать нашу статью. И потом нажимаем сохранить. Я не привык к этому. Мне это не нравится. И меня раздражают вот эти вещи. Я не хочу, чтобы они появлялись. И вот как раз иконки быстрого редактирования. Здесь можно поставить... Нет. Нажимаем сохранить. Обновляем. Да, у нас ушли иконки именно у модулей. И у меню. Иконки быстрого редактирования у статей в настройках самой Joomle отключить нельзя. Не знаю, почему так сделали. Сделали только отключение модулей меню. Эти иконки можно убрать только если залезть в код и вырезать нужный кусочек кода. Мы этого делать не будем. Эти иконки видят только администраторы и редакторы. Поэтому все пользователи вашего сайта их видеть не будут. Двигаемся дальше. Редакторы по умолчанию. Это как раз тот редактор, который мы с вами разбирали. Как менять цвет текста в статье. Как менять размер. Это вот как раз и есть тот самый редактор. Здесь его можно отключить. И здесь можно выбрать другие редакторы. Например, если мы установим какие-то новые. Все редакторы переключаются, включаются здесь. Капча по умолчанию. Мы пока это не трогаем. Мы с вами ее включим, когда выгрузим сайт на хостинг. Уровень доступа по умолчанию. Здесь все понятно. Можно переключить здесь. Длина списка по умолчанию. Здесь можете почитать, что это такое. Можно поставить 100. Сейчас вам покажу, что это такое. Заходим в менеджер материалов. И вот этот параметр по умолчанию отображает 100 статей. То есть, смотрите, вот этот параметр автоматически, помните, стоял 20. Как только у вас будет 20 статей, 21 статья появится, то старые статьи будут переноситься на другие страницы. И чтобы показать все страницы, нам пришлось бы делать вот так вот все или больше. И вот по умолчанию я сделал, чтобы отображал 100. Так, ну эти параметры для ленты новостей. Мне это неинтересно. Двигаемся дальше. Эмейл ленты новостей. Нет эмейла сделан. Если вам интересно, то читайте. Здесь все понятно. Очень важный момент. Сейчас мы подошли. Настройка мета данных. Вот эти два поля, когда вы сайт выгрузите на хостинг, нельзя оставлять пустыми ни в коем случае. Если хотите, чтобы ваш сайт хорошо индексировался в поисковых системах, опять же, это все относительно. Еще зависит от того, как вы будете вести свой сайт. Если вы будете копировать контент у других сайтов, грубо говоря, воровать, естественно, хорошо индексироваться вы не будете. Но для хорошего, нормального старта эти поля необходимо заполнять. Description – это описание вашего сайта. Вы здесь должны вкратце рассказать предложение 2-3. О чем ваш сайт? То есть опишите его. Вот это описание. Дальше идет keywords. Ключевые слова. Из описания выдерните самые такие ключи, ключевые слова вашей темы. И через запятую здесь укажите. MetaTag Robots. Смотрите, если вы на хостинг выгрузили сайт, и у вас еще идут работы, вам не нужно, чтобы пока поисковики его индексировали. Конечно же, в поисковики сайт нужно сначала добавить, чтобы поисковики начали их индексировать. Но может так случиться, пройдет время, вы там, например, затянулись, у вас там работы месяц-два, вы на хостинг выгрузили, а ваш сайт еще не готов. Еще какие-то глобальные работы ведутся. Поисковики могут сами начать индексировать сайт. Такое бывает. Поэтому пока идут у вас работы на хостинге, то есть, если вы сайт еще не запустили для людей, он не готов до конца, вот этот параметр я рекомендую выставлять NoIndex, NoFollow. NoIndex это для Яндекса, NoFollow для Гугла. То есть, мы говорим поисковикам, не индексируйте этот сайт. Или есть какие-то другие причины, по которым вы не хотите, чтобы ваш сайт индексировал поисковые машины. Вот этот параметр как раз и отвечает. Но, когда сайт у вас будет готов, NoFollow, не забудьте вот здесь выставить IndexFollow. Значит, индексировать, follow для Гугла следовать. Ну, такой дословный перевод, то есть, индексировать, грубо говоря, тоже. То есть, индекс это для Яндекс, follow для Гугла. Не забудьте, а иначе вы потом будете ломать голову, почему в ваш сайт нет выдачи поисковых машин. Ну, авторское право. Здесь что-то можете написать, как автор. Показать метод тег автора и Joomla, это пускай будет скрыто, чтобы в коде не было видно. Какая версия Joomla у вас и так далее. И дальше очень важные настройки. В правой колонке настройки SEO. Видите, вот тут написано ЧПУ. Человекопонятный URL. Смотрите, если мы зайдем в какую-нибудь статью и обратим внимание в адресную строку, мы видим, что у нас здесь не очень красивый идет URL. Вот индекс PHP. Вот это нам не нужно. Нам нужно это убрать, чтобы ссылки не подставлялись. Дальше. В конце нету ничего. Правильно будет, чтобы отображалось расширение нашей страницы. То есть наша страничка должна быть точка HTML. То есть подставляться должно такое к странице. Это будет такой красивый URL. И если у нас URL будет без лишних символов, без лишних всяких индексов, то у нас поисковики будут лучше индексировать, такие ссылки лучше будут понятны. И это нужно сделать до того, как вы запустите сайт в интернет. То есть до того, как начнут поисковые машины индексировать ваш сайт. То есть потом вот эти ссылки менять нельзя. Их нужно изменить вначале и больше не трогать. Потому что по этим ссылкам, когда вас проиндексируют поисковики, у вас уже будет куча статей, и вдруг вы потом что-то изменится, и вы здесь сделаете другие адреса, смените ЧПУ, то по этим всем ссылкам пользователи, которые перейдут с поисковых систем, будут видеть ошибку 404. И вы потеряете весь свой трафик. Я уже так наткнулся на эти грабли, когда сам не знал, много лет назад, когда сам это изучал. И вот чтобы вы с этим не столкнулись, это нужно настроить в самом начале. Итак, как это настроить? Нам надо включить перенаправление URL в положение «Да», добавить суффикс к URL «Да», и нажать «Сохранить». Но это еще не все. Сейчас нам нужно пройти в корневую папку к нам в Joomla. Так, переходим на диск C, там где у нас находится локальный сервер. В веб-сервер заходим, заходим в Home, заходим в наш адрес, www. Чтобы у нас ЧПУ на сроке заработали, смотрите, в корне нашего сайта вот этот файл «HTXS.txt» нужно переименовать. Но на компьютере нам переименовать, по крайней мере, у меня не получается, не знаю как. Как правило, этот файл легко переименовывается уже на самом хостинге. Поэтому мы пока это оставляем, в следующем уроке мы все равно будем переезжать на хостинг, и заодно изменим этот файл, чтобы пока вы знали, что нужно сделать. Потому что вот это перенаправление URL в подсказке как раз об этом и говорится. Видите? Прежде чем включить эту опцию, переменуйте файл «HTXS.txt». Прежде чем включить, то есть пока мы давайте это все отключим дело и включим это уже на хостинге. Так, на этой странице здесь все. Переходим в вкладку «Система». Вот это пока мы не трогаем. Это мы еще затронем, когда переедем на хостинг. Откладка «Система» не трогаем. Вот, смотрите, настройки кэша тоже пока нам не нужно. Мы включим, когда сайт будет готов. Точнее, это нужно включить тогда, когда сайт у вас готов. Смотрите, что это такое кэш? Это нужно для того, чтобы ваш сайт быстрее грузился. То есть, смотрите, когда кэш включен, система делает копию сайта и в следующий раз, когда пользователь зайдет на ваш сайт, копия сайта ему выдастся из кэша. Когда происходит кэш, как бы копия сайта, не идут запросы к базе данных и тем самым сайт быстрее грузится. Это если так вот коротко сказать. И два вида есть кэша. Стандартное кэширование и прогрессирование. Когда переедем на хостинг и все будет готово, вы включите прогрессивное кэширование. Прогрессивное сайт будет грузиться еще быстрее, чем при стандартном кэшировании. Прогрессивное кэширование кэширует весь сайт. И модули, и все, и все. Мы поставим с вами потом специальный плагин, то есть к этому кэшу надо поставить специальный плагин и кэш будет сбрасываться либо вручную, либо при каждом сохранении материала. То есть мы создали статью и чтобы она попала в кэш, чтобы вообще ее люди увидели, да, при сохранении статьи кэш сбрасывается и начинает страница кэшироваться заново. Вот. Почему его нельзя включать в самом начале, потому что это будет мешать нам делать сайт, нам будет страница выдаваться из кэша, мы будем вносить изменения и сразу не видеть их. И мы будем ломать голову. В чем же дело? Мы изменили, изменения внесли в сайт, а изменений нет. Вот в этом как раз таки причина. Нам страница выдается из кэша, кэш еще не обновился и вот как раз стоит время кэширования. Это интервал. То есть каждые 15 минут сбрасывается кэш, обновляется заново, но чтобы внести изменения в кэш. Новые статьи добавлены и так далее. Вот. Чем больше время тут стоит, тем как бы лучше с одной стороны. Дольше выдается страница из кэша, быстро сайт грузится, но если у вас часто наполняемый сайт, то оставляйте 15 минут, но лучше поставить 60. Здесь доступна обработка кэширования, только файлы. Здесь бывает доступно другие варианты, зависит от хостинга. Настройки сессии это тоже 15-минутный лимит. Через 15 минут, если вы сайтом не пользуетесь, вас из админки выкидывают. Это нужно для безопасности. Лучше не трогать, оставить 15 минут. Потом еще раз авторизуетесь и работаете. Но если же все-таки это мешает, то вы здесь увеличиваете время, чтобы дольше оставаться в сети. Дальше сервер. Дальше идем. Вот смотрите, GZIP, сжатие страницы, можно включить «Да». Сжимаются все файлы, CSS-стили, чтобы сайт также грузился быстрее. Можно включить это на хостинге. Вот это вам пока не нужно. FTP тут ничего не трогаем. Настройки базы данных тоже мы не трогаем. И вот здесь вот, смотрите, email сайта. Здесь указываете свой рабочий email, куда вы, например, будете получать сообщения с формы контактов, со страницы контактов. И отправитель письма. Здесь, в принципе, все понятно. здесь можете написать название вашего сайта. То есть будет подставляться в письмо, чтобы вы сразу видели, откуда кто-то вам пишет. То есть какой-то человек вам написал, вы будете сразу понимать, откуда приходит письмо. Здесь указываете то, что вам больше подойдет. Вот, в принципе, и все о главных настройках. Очень важный урок. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый веб-мастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.